И всем привет, с вами Wages of Seen. Сегодня мы играем в Властелин колец онлайн. Я катаюсь по бри на своей новой лошадке. Сделаю я все-таки ставку на чуть большую скорость. Но это до поры до времени. Я хочу почитать, что за квест был у этого посладника Эркен... в общем, не важно. Крепость Хорнбург, что в Хельмовой паде скоро будет осаждена армия белой руки. Гиди, Агол, знаешь ли ты, чем отличается сражение такого масштаба от небольших стычек? Как говорите с посланником? Честно говоря, не знаю. Я надеюсь, эти советы помогут тебе не растеряться, когда на нас хлынет войско Сарумана. Я тоже надеюсь, поехали. Я надеюсь, что это не будет 95-го... Хельмова паде, это круто. Я хотеть Хельмова паде оборонять. Это будет, знаете, как это... Трейлер небольшой такой... К возможному будущему. О, господи. Вы вошли в зону, где уровень заданий монстра значительно выше вашего собственного уровня. Монстры будут замечать вас с расстояния намного превышающие. Обычно, обратите внимание, что название местности под миникарты отражается красным. Спасибо, да. И на кое хер вы меня тогда сюда вообще... Надеюсь, это просто это. А кто из вас орк? А, вы тренируетесь, типа? Давайте хоть глянем, как Хельмова паде выполнена в данной игре. Ну, тут понятно, тут инструктаж, видимо, проводят. Тут та же байда. Давайте забежим в саму же Хельмова паде. Мне же интересно. Я в ней не был. Еще долго не побываю. Эй! Эй! Пустите меня! Странно как-то. Может быть, тут все-таки можно пробежать? Черт. Круговая какая-то защита. Тут та же фигня, да? Не, чтобы одну стену сделать. Нет, они сделали 20. Ладно. Так. А где у нас то самое? Слушайте, ну, дыра немного не в том месте. Она немного подальше должна быть на самом деле. Ну, черт бы с ним. Главное, что она есть. Туда нас тоже не пускают. Тут у нас во всю тренировки. Блин, столько защитников. Я аж прям не понимаю. Как в Хельмовой паде в итоге осталось человек 30. Малая катапульта. Че с ней делать? О, господи. Большой армии нужны большие осадные орудия. У Орухи Рим. На вооружении есть различные катапульты и баллисты. Они стоят в разных частях Хельмовой паде. Приняв на себя командование этими орудиями, вы получите возможность заряжать их, нацеливать, возводить, улучшать, а также стрелять из них. Если у вас есть союзник, он может помогать вам в любом из этих действий, либо выполнять какое-либо из них самостоятельно. Вы можете повысить эффективность ваших действий с помощью окна развития персонажа в разделе «Битва за Хельмова падь». Круто. Порох разный. Ух, красота-то какая. Выброс снаряда, улучшения. Ой, красота. Но нам пока это все рано, конечно же. Так, кто у нас здесь? Ну да, 95-й уровень. Маленько нам не по уровню это все. Леголус без ХП, Рагорн без ХП, Гимли без ХП, Боец без ХП. Ну здравствуйте, будущие мои союзники. Армии Сарумана скоро будут здесь, Диаголк. Мало кому доводилось бывать в таких сражениях. Большие битвы сильно отличаются от стычек, в которых мы до этого участвовали. Я хочу быть уверен, что мои друзья будут готовы к этому испытанию. Давай. Скоро армии Сарумана хлынут в эту долину. Мы должны быть готовы к битве подготовиться. Я сражался на разных войнах, Арагорн. Я знаю, что делать. На этот раз все будет по-другому, Гимли. Речь идет не о простой стычке с небольшим отрядом. Я уже домой хочу. В грядущей битве с Сарумана будут стремиться убить не только защитников крепости. Их задача перерезать всех роханцев, мужчин, женщин, детей, всех. Геноцид, короче. Думаешь, они не примут меня в расчет? Что ж, тогда они пожалеют о своем недальновидности. Я знаю, мой друг, но много ли будет прока от одного единственного человека, эльфа или гнома? Счет наших врагов идет на тысячи. Дай только моему топору дотянуться до них. Ну, Гимли, как всегда. Поэтому мы должны как можно лучше подготовить защитников крепости к битве. Командир. Да, Арагорун. В разгар сражений у нас не будет возможности дать совет каждому воину или воодушевить того, кто отчаялся. Поэтому нам нужна помощь толковых командиров, таких как ты. Чтобы бойцы знали, что и когда им нужно делать. Хорошо. Роль командира в сражении трудно преувеличить, ведь он не только отдает приказы, но и поднимает боевой дух солдат. Любой, даже самый неопытный, командир может исцелять раненых и повышать наносимый противнику удар. Разумеется, закаленный в битвах ветеран лучше справится с этой ролью, чем зеленый новобранец. Я доведу твои приказы до моих людей. Можешь положиться на нас. Круто. Я тоже хочу таких вот восьми дебилов иметь под рукой. Мы уже бились с большими отрядами врага, но никогда еще противников не было так много. На этот раз в одиночку с ними не справиться. В грядущей битве нам пригодится любая помощь. Мы будем биться с уруками внизу, только если не останется другого выбора. Постараемся прикончить побольше врагов с помощью стрелы катапульт. Леголус верно говорит, чем больше врагов перебьем на подходе, тем легче нам будет. Отсюда будет видно, когда они пойдут на нас. Нам бы только направить на них стройболисты и выстрелить в нужный момент. И тогда врагам не поздоровится. Вот эта толпа пойдет брать... Вся эта толпа пойдет брать наши стены приступом? Нужно перебить как можно больше врагов. Но вот незадача. Я не знаю не так уж... Я знаю не так уж много об осадных машинах. Если хочешь, я расскажу об этом подробнее. Понятно. Да, кстати, те, кто будет в комментах писать Леголус, Леголас, вы уж это... В фильме Леголас я знаю, но когда я читал книги в свое время, не было... Точнее, ударение было поставлено именно на Леголус. В том переводе, в котором я читал, поэтому я просто по привычке называю Леголас. Так что, по сути, и то, и то правильное. Когда враги дойдут до наших позиций, начинается рукопашное. Чтобы у нас было больше шансов на победу в этой схватке, мы должны нанести противнику как можно больше урон с помощью осадных машин. Построить и зарядить простую катапульту дело нехитрое, но чтобы как следует потрепать вражескую армию, тебе придется стать по-настоящему умелым инженером. Пойдем, Диагол, я расскажу, как строить осадные орудия. Ты можешь построить орудия в тех местах, которые отмечены прозрачным контуром. Когда индикатор готовности заполнится, значит работа завершена. Когда осадное орудие будет построено, ты можешь зарядить его и открыть огонь по врагу. Можешь попрактиковаться, если хочешь. Блин, я симпень хочу. Так, это окей. Наверное, нам слезть надо, да? Вау. Я строю баллисту. Я долго строю баллист. Знаю, сюда, наверное, куда-нибудь. Сколько же хп тогда у, блин, у малой катапульты, если баллисты так долго строятся? Хотя баллисты немного сложнее с точки инженерной мысли, конечно. Хотя, одна фигня. Только она еще и катается, а та стационарная получается. Я ее построил. Я теперь обычный снаряд давайте. Дальность 5 метров. 200 единиц. Что? 200 единиц чего? Так, зарядил. Подготовка. 400 единиц. 100 единиц в секунду. Требуемое время 4 секунды. А, ну то есть, типа, если я буду с союзником, то это будет быстрее. Целиться левее. О, круто. Целиться выше. Все, хорош. Так. Улучшения никаких не могу. И что, огонь? Круто. 2. Хорошо. Я понял. Давайте соберем теперь эту. Да, вот эту подсказку мне надо оставить, а то я потом вообще забуду, что делать и как. Хотя нет, у них хп одинаково, 16 тысяч у обоих. Но тут, как я понял, разница в том, что я могу еще выбрать порох и разные виды снарядов. Отчего катапульта становится интересней. Но, походу, тут больше действия видимо надо сделать. А, и у нее дальность походу не это. Никак не изменить. Ну, сейчас, в общем, увидим, когда достроится. Потому что надо только влево-вправо. двигается. Круто реализовано, блин. Мне нравится. Оу. Вообще. Я в восторге. Так. Это у нас все неактивно. Хорошо. А тут обычный снаряд только можно. Ну, я понял. Все, 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 все. Я понял. До свидания. Тут у нас выбор снаряда. Обычный 5 метров дальность. А почему у них у всех дальность 5 метров? Как вообще стрелять с дальностью 5 метров? Меня ж убьют на фиг. Ничего у него зона поражения. Выбор пороха. Выбора пороха никакого. Хорошо. Подготовка. Жалко, что она не натягивается пока время именно это идет. Охренеть! Это я... Вот она как дальность идет. Офигеть! Слушайте, ну это круто вообще. Хорош. я бы даже обратно бы крутанул но уже нельзя вах вообще круто то ладно вернемся обратно рагорн тебе предстоит решить кем ты хочешь быть диагол инженером бойцом или командиром за успехи в бою ты будешь получать очки которые позволят повысить эффективность в их действий поговори с защитниками рохана и узнай как ты можешь им помочь эти командир не интересен если ты чувствуешь все задатки лидера если сможешь повести воина в бой то тогда тебе следует стать командиром но учти отдавать приказы дело не такое простое как может показаться на первый взгляд тебе придется решать какие цели атаковать в первую очередь и какое оружие твои подчиненные должны использовать в тот или иной момент боя если враг решит обстрелять вас из луков или остальных орудий дай команду спрятаться в укрытии не забывай про штандарты которые воодушевляют находящихся поблизости инженеров и бойцов то есть побывать полноценным командиром вы мне дадите значит разрешается управлять каждым союзником который находится в состоянии ожидает указаний можно скомандовать ему целиться в других бойцов сменить оружие укрыться от стрел например выбрать приоритетную цель вы можете увеличить силу ваших приказов и получить доступ к новым командам с помощью на развитие персонажа хельма пать лечение на отряд будет наложен эффект постепенного исцеления главная цель не важно не важно да но тут мы разные виды цели пока не будем смотреть одноручное одноручное оружие либо двуручное либо еще держать строй у них какая-то бабчик появляется на получаемому урону сразу же минус 10 режет на 20 секунд ко всему урону вперед это у нас еще вся скорость бега длительность атак минус 5 но ненадолго и в атаку все весь урон плюс 10 круто круто мне нравится ваще ляпота мне нравится так боец если ты хочешь встретиться с врагом лицом к лицу то тебе стоит стать бойцом но это банальщина да понятно с каждым убитым противником ты будешь накапливать ярость который придаст тебе силы позволит раздеть врага без всякой пощады не обращай внимания на боль от полученных ран а также быстрее перемещайся по полю боя в рукопашные бойцы не знают себе равных например хоть бы кого-нибудь дали так ну и инженер если ты хочешь помочь подготовить крепость к обороне то тогда тебе надо стать инженером кстати инженеры могут не только создавать осадное орудие и возводить укрепление но также улучшать ремонтировать различные механизмы кроме того они умеют ставить капканы и обезвреживать вражеские ловушки ух как много данных то круто круто рагорн вражеское войско столь многочислено что даже выжить в бою будет непросто но наша задача еще сложнее преодолеть все трудности и победить это главная цель но в ходе битвы будут появляться еще и второстепенные их достижение не внесет коренного перелома в ход сражения но сделает нашу победу еще более весомой чем больше у тебя сноровки в каком-то деле тем больше число умений будет доступно чем эффективнее будут твои действия во время сражения тем большим станет твой вклад в успешный исход битвы побочные задания не решат исход сражения но если ты сумеешь их выполнить честь тебе и хвала вот так вот отойдем а то я не вижу кто еще говорит совершая подвиги ты не только завоюешь уважение своих товарищей но и получишь награды награды быть в гуще битвы вот оно единственное что мне нужно хорошо сказано что думаешь диагол быть может у тебя есть какие-нибудь вопросы нет вопросов я больше не имею гимли все это очень запутано но мне кажется я понимаю что хочет сказать арагорд мы справимся диагол нисколько в этом не сомневаюсь а можно мне отсюда уйти думаю я знаю достаточно диагол надеюсь ты тоже эти земли саруман без боя не получит да верните меня пожалуйста обратно то я чё-то не хочу в 95 уровнях сражаться это будет жесть и чё ты мне еще хочешь крепость химово паде будет снова атаковано ничто я не понял это меня опять же то же самое очень издеваетесь так ну все понятно я короче сейчас быстренько все это проделаю и вернусь к вам я думал что что-то типа новое тут будет оказывается нет все старое ладно увидимся да кстати я вспомнил о замечательной кнопочке и правой кнопкой на портрете и покинуть инстанс так что до свидания в этом как нить до меня доживите и хорошо все я не хочу куда отправляться идти нафиг так чё у нас еще есть в бри у нас принципе вообще ни хрена нет насколько я помню великий могильник так ну что видимо наше дело сейчас великих могильниках да оп стоп 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 великий могильник это это как я говорил если будет дорогой пфу если будет народ тогда я соберу а так пока великий могильник нам честно говоря не поканает вообще никак так вот это вот надо удалить вообще отмена да а то у нас тут всего 42 задания мы можем одновременно делать чтобы оно нам не мешало ну давайте посмотрим что у нас по квестам есть доставка трубочного зелия неприятности в забринди избри в прямости и опять не помню где прямости находится задержки доставкой опороченное имя репейникса а это все в пустошах не пустоши мы пока еще не пойдем пустоши у нас будет сразу после бри скорее всего так избри в прямости при по зеленому тракту отли из прямости я ладно давайте побежим в лагерь и там уже посмотрим что за квеста нас ожидают странно ну да на кобыл уже не действует ускорение бега жаль 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 очень имбирь имбирь что у нас еще есть такого невкусного как можно лошадь назвать хе-хе-хе а то что-то раз как-то неинтересное имя у нас наконец-то закончились празднества кстати у нас в лавке ВКО сказали какие-то новые скидки давайте так между делом глянем ключки ячейки восьмая чё дополнительная ячейка для персонажа а легендарное умение да не надо уровне наследия любого наследия легендарного уровня что-то как скидочки слабоваты честно говоря дополнение всадники рохана ухта вот это хорошая скидочка 2147 возможно мы даже ее купим на самом деле надо смотреть что в него входит 400 заданий и друг марки и все а-ха-ха-ха-ха-ха а получается наборы заданий и всякие рейды не продаются это печально Это просто моя мечта Заплатить один раз За все эти локации И потом их не покупать Допустим ангмар 40 Вот тут хорошо, что я их не купил Я хотя бы смогу узнать Куда нам топать потом Судя по всему нам Ангмар потом Регион потом Ну пустошь потом будет После брипп, потом будет видимо Фарохи или Мглистые горы Да, да Патролинная пуща Кстати скорее всего после Ага Ну значит пойдем по пустошам Потом по тролинной пущи А потом уже Будет Все остальные регионы, фарохи и так далее Так, конюшню надо открыть Обязательно И здесь у нас квест задержки С поставкой Тебя? Я могу тебе помочь Ты говоришь, что твое призвание в охоте Но где доказательство, что Тобою избрана верная дорога Быть может тебе следовало стать министрелем Вроде этого симпатичного Прескота Что иногда поет о моих подвигах Или возможно твой удел ремесло взломщика Как у того хоббита, что не спускает глаз с ужина адса Значит все таки охота Что ж, скоро мы это проверим У меня найдется для тебя испытание Могучая волчица рыщит среди палой листвы в чаще вековечного леса Она невероятно хитра И представляет смертельную опасность для всякого Кто сбьется с пути Приходи ко мне, если хочешь взяться за это испытание И я пойду в лес вместе с тобой Там-то в схватке со свирепой желтоклыкой Мы и проверим, с чего ты стоишь Фига себе угроза Ладно, я подумаю Мне тут на самом деле квест надо сдать И завершить собственно на этом серию Ты наверное задержки с поставкой, да? Да Доставка трубочного зелья точнее Ба, этот негодный полнодрост Наконец-то вспомнил о нашем трубочном зелье Кажется я проиграл тебе пари, жаворонокс И все, да? Ну окей, все так все Я думаю будет какое-то развитие Так, это забытый приют Так, ладно, я короче сейчас Давайте завершать серию А за серией я посмотрю где находится чертовы при мосте А то я что-то опять забыл Ну что, а с вами был Wages of Sin В следующей серии мы пойдем Отставить свое звание охотника Всем спасибо за просмотр И всем пока